Будет часть с текстами. Я бы хотела, чтобы вы с вами разделили этот процесс. Вам будет подходить человек, и давайте все это вырываете, читайте вслух. И церемония продолжается. Я вас познакомлю. Проходите. На верху не встать. Для вас познакомлю с хортом. Это традиционная японская титра. И хранителем всех японских инструментов играется животное. Хранителем хорта играется дракон. И я настраиваю хребет дракона, играю в голове. Нас лихто наткнуло на мысль о взаимосвязи позвоночника, человека с позвоночником дракона, не возникла сфера идей, которая бежит занимается очень активно. Сперва вам расскажет свой идей. У нас, друзья, это небольшая такая, в целом, получилась мистилия, даже эгитация. Потому что у нас здесь будет музыка, будет музыка ображдаться. Будет песка книг-переменов идей, как Аня говорит. А песка книг-переменов, это прежде всего инструмент для самопознания. И состоит вина из гексаграмм. Каждый гексаграмм — это шесть черт, в которых зашифрованы определенные посылы. И все те композиции, которые Аня сыграет, они у нас разделены по эзиму. По этим посылам зашифрованным читатом я буду дачникам перед каждой композиции. Потому что поняты лучше, потому что там у меня вас в виду, поскольку это первая китайская анекдота, которая русскому человеку слабо понятна. Мы будем добавлять также еще и какие-то притчи. Иногда это стихи японские, иногда притчи, иногда не японцы, а японские. Но тем не менее они раскрывают тот смысл, который поможет вам в этой реабилитации. Частью которой является музыка, другой частью которой являются носовые вещи, и третьей частью является чай. В процессе всего действия мы сварим чай и не надеемся, что многие из вас я живем в какой-то там-то много, как перец или те группы, но и чашек тоже не будет. И начнем с того, что я сейчас передам вот это называется чай и вот это чай он будет здесь. И я просто сейчас передам чай по кругу, вы передавайте себе другу, вы верните меня и знакомьтесь с этим. Познакомиться с чайом это просто может вкусить раму. 56 гигаграмма, 4-я черта. В странстве ты будешь на месте. Обретешь свои средства на странстве, но в собственной душе нет распространения. Эта часть называется пребывая на людьми. И я бы хотела попросить чай. Чай. Нан Кин, японский мастер дзен, живший в Европе в ИТ в 1868-1912, принимал как у себя профессора университета, решедшего проспросить его о дзен. Нан Кин развивал чай. Налив костер в полную чашку, он продолжал идти дальше. Профессор смотрел на любящийся через край чай и, наконец, не видит ответа по спирту. Она же полна, больше не ходит. Вот так эта чашка, ответил Нан Кин, и вы наполнены своими мнениями и суждениями. Как же вам я показать вам дзен, пока вы не опорожите свою чашку? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Однажды, когда Дмитри Кидзан Моя Торзок Нез nada Кидзан elegantly Если вы скажете, что это зеркало такое, то разве не правда, что оно пришло и сам? Если вы скажете, что это зеркало и сам, то разве не правда, что оно и будет? Если вы сможете сказать своё экземп, то я сохраню это зеркало, если не сможете, я разоблю. Экземп дает последние слова три раза, но никто не ответил. Он разобьёт. Продолжение следует...